У нас в семье произошел казус. Подарили валенки. Классные валенки. К зиме. Оказалось, что там грибок. Заразила я себе ноги. Лечила его 3 года. Потому что кормила, не могла обрабатывать и так далее лекарствами. Короче, каку нам подсунули. Вот. Такую каку можно подцепить, даже покупая новую обувь. Потому что перед вами может человек померить обувь без носка. Занести туда, вы купили и получили себе счастье. Обувь выбрасывать жалко. Особенно если дорогая обувь хорошая. Качественная, как в моем случае была эковская обувь хорошая. Мне было жалко ее выбрасывать. Вот. И нам герматолог посоветовал такой способ избавляться от греха. Который нам помог. Хотим поделиться с вами. Способ очень простой на самом деле. Недорогой. Доступный. И знать бы всем о нем. Значит, что нам для этого понадобится? Уксусная эссенция. Либо уксусная кислота 70%. Ее можно купить в продуктовом магазине. Она продается. Это просто экстрат. Ой, как? Концентрат. Концентрат уксуса. Вот. Зараженная обувь. Ну, в данном случае это просто пример. Она не зараженная. И обычный целлофановый пакет. Плюс вата. Вот. Что нужно сделать? Я потом добавлю еще один нюансик. Да. Что в моем случае еще было. Вот. Что мы делаем? Мы берем, открываем кислоту. Я думаю, что нужно работать в перчатках. Правильно? У меня нужно брать кислоту. Эссенцию. Эссенцию. Чтобы не пожечь руки. Вот. Не ею. Значит, перчатки еще нам понадобятся. Значит. Берем ватку и обрабатываем зараженную обувь. Особенно вот в местах, где у вас особо грибок. Просто протираем ее. Затем берем ватку. Хорошо смачиваем. Ложим к носку. Вот. И все это упаковываем вот так вот в пакет. Вот. Ну, понятно. Берем пакет под обувь. И хорошо завязываем, чтобы не выветривалось. Ну, пакет нужно взять просто побольше под обувь. Если детская обувь, понятно, меньше. И целый. И целый, да. И так мы оставляем обувь на сутки. Вот. Проходят сутки. Понятно, что лучше держите обувь где-то не дома, чтобы этот запах не шел. Особенно открывать потом. Открываем, проветриваем. Не помню, стирали мы? Да. Стирали обувь, да. Чтобы вот это не было вот этого запаха. Такого насыщенного. И все, грибок выведен. В моем случае я занимался Таниными валенками этими. Счастливыми в нашей семье. Понимаете, момент в чем, что толщина валенок, она, ну, то есть стенка толстая, вот. И что я делал? Я брал шприц с иглой, набирал туда прямо сразу шприц эссенции. И как, знаете, как раньше, когда-то во времена, в 90-е годы говорила, арбузы наколотые, помидоры наколотые. У нас вышли наколотые валенки. Да, у нас вышли наколотые валенки. Я просто брал через там 3-4 сантиметра, по 2-3 кубика, вводил вот прямо в стенку. И они потом просто такие были насыщенные. Благопонии от них было. Ну, то есть, если это туфли, то можно просто обтереть. Если, допустим, там кроссовки, да, смочить. Если есть места такие плотные, вот, допустим, там язычок или там задник, и если у вас ноги потели, то оно пробивается, вот ткань пробивается. Можно туда просто... Для большей эффективности, так сказать. Да, для большей эффективности. Потом все равно будет стираться. Ну, вот так вот способ помог. Валенки мы сохранили. Правда, я их до сих пор буду сидевать. Морально. Вот. Но они без грибка, все. Вот. Кроссовки спасли. Тоже мои, потому что не знала, одевала их. Вам желаю не заиметь такую каку. Не болеть. Но если вдруг вы все-таки заразились, да, и у вас обувь, либо вы ее, да, как это сказать, уберете этот грибок, либо выбрасывать, то все-таки попробовать стоит. Вот. Тем более, что способ работает и советуют его делать дерматологи. Так что справляйтесь с этим грибком. Вот. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok